Детская полицейская академия, всешкольные каникулы, работает в летнем режиме. Сегодня завершилась вторая загородная смена. И в этом году учредители академии, управления федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, чуваши не изменили свои традиции. Лето юные полицейские всегда проводят загородом в лагере. Одной из важнейших составляющих деятельности органов наркоконтроля является профилактическая работа. И важной составляющей, которая является пропаганда здорового образа жизни, патриотическое воспитание. В принципе, чем мы здесь и совместно с городской администрацией, с администрацией Дворца детского творчества здесь и занимаемся. Здесь другая жизнь, другие порядки, строгая дисциплина, учебные занятия по специальным предметам физкультуры и спорт в особом почете. По сути, молодые ребята и девчонки проходят тест на выживаемость в походных условиях, где не течет горячая вода из крана, не всегда тепло по ночам и напряженный режим дня, за который надо так много успеть. Без физической выносливости никак. Не зря на общероссийском уровне вновь ввели нормы ГТО, которые сдавали когда-то бабушки и дедушки этих ребят. Они практически начинают уже на месте заниматься более конкретным освоением приемов рукопашного боя, туристической подготовкой, ориентированием. Кроме этого, они стреляют в ночные подъемы, ищут заложников, гранаты. В общем, играют в войну настоящую. Поэтому они еще сами входят в наряд. Они учатся, многие не умеют чистить, они учатся чистить картошку, лук, морковь. Сами готовят, сами с собой выбирают домики, проправляют кровати, моют полы, посуду. В общем, дети находятся на самообеспечении. Последний день в лагере тоже прошел насыщенно. В спартакиаде ребята проверили свои навыки в преодолении препятствий сборки-разборки оружия в пользовании противогазом. Очень устал. Очень нравится. В третий раз приезжаю. Самое сложное на воде кургаться. Основы безопасной жизнедеятельности, которым так старательно учат ребят на занятиях, пригодятся всегда. Жизнь преподносят порой такие неожиданные сюрпризы, что лучше быть к ним готовыми, считают преподаватели Академии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!